Это коротенькое видео со смыслом посвящено удивительному фитнес-тренеру. Дело в том, что этой молодой и прокачанной девушке достаточно много лет сколько вы видите в этом репортаже. Смотрите, не пропустите ни одного слова, что заставляет человека в возрасте почти моей мамы выглядеть феноменально. Привет! Это видео снято в 2022 году во время съемки в одном из санаторий в Кавминвод. Мы тогда работали над проектом Санаторо и обратили внимание на очень активного и харизматичного тренера. Чтобы вы поняли, в чем разница по сравнению с многими инструкторами УФК в других санаториях, не в обиду им будет сказано. Смотрите на формы Елены. Елен, сколько вы лет в спорте, скажите. Ну, я могу сказать, что всю свою осознанную жизнь я стремлюсь к совершенству. Когда случилось 22 года, я осознала, что генетически, ну, не дано. Немножко полноватая, немножко рыхловатое, немножко не спортивное. Я поняла, что мое спасение, дело рук, спасение утопающих, только все от меня зависит. Это бодибилдинг все-таки вы занимались? Нет, это фитнес, но я некоторые упражнения беру танцевальные, есть силовые упражнения. Мне кажется, когда я сочетаю, и чуть-чуть танцевального, немножко силового, и упражнения на прессик, на таз, на бедра, потанцевать, и получается вот такой микс, который дает такую... Всех интересует вопрос. Сколько вам лет? Ой, я боюсь. Можете намернуть? Ну, в районе 60. Нет! 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 Не может быть! Может быть. Ну, что я сделаю? В следующем году у меня уже юбилей. Не веро... Серьезно, Лариса? У меня слов нет. Я даже, знаете, я когда вас увидел, у меня даже появился смысл предложить вам какую-нибудь зарубу, потому что я более-менее в нормальной форме, типа планка, но я понял, что у меня нет никаких шансов. Я думаю, что эта заруба даже не имеет смысла. В чем секрет? Или нет секрета? Секрета нет. Просто этого надо очень сильно хотеть. Вот здесь. Вот возраст, вот здесь. Я просто так этого хочу. Я так хочу этого совершенства. Я так хочу радовать мужа, своих детей, своих близких. Я хочу доказать, что возраст – это просто цифра в паспорте. Все. Вы местная. В выходные дни стараемся выезжать в так называемые места силы. У нас очень много таких мест. Это и водопады, это прекрасные озера. Это такая красота. Я думаю, что в этом секрет. Медитируете? Бывает. Миксуем спортивное, с танцевальными, естественно, с упражнениями на растяжку, на гибкость, на пластику. Получается такая вот гармония. Во всяком случае, еще раз повторю, я стремлюсь. Я и те, кто со мной занимается. Так, все. Еще последний вопрос. Вот смотрите. Дело в том, что моей маме 60 с небольшим лет. И она говорит, куда мы там вообще, мы уже разваленные старички, нам не надо заниматься, нам нужно беречься, вот гулять под тенистом аллеи парка. Скажите, пожалуйста, мам, вот специально для тебя, скажите Елене, что она не права, что всегда нужно заниматься. Вон туда, скажите, пожалуйста. Валентина Александровна. Ну, я не знаю, какая у нас разница в возрасте, поверьте, что я того поколения. Я думаю, что начинать с небольшой разминки, постепенно увеличивая, можно дойти до бесконечности. Надо давать нагрузку. Как говорили древние греки. Дорога селит идущая, да? Мне больше нравится, они говорили так. Не будешь бегать, пока здоров, придется бегать, когда заболеешь. Не дай бог заболеть. Речь идет, конечно, не только чисто о беге. Я думаю, что великие греческие философы имели в виду просто физическую нагрузку. Нужно и давать.